Ну и все, что я скажу, что надо добавить. Значит, возвращаемся, а торфяной мы завязали, за всем этим надо следить, даже при нуле, при плюс два, все равно могут быть всходы. И что получается, как увидели эти всходы, вы уже там, ну даже чуть-чуть уже весна настала, еще вроде холодно, ну где-то на 2-3 сантиметра оттаяла почва. Если грядочки заранее готовы, не грядочки, а гряды, или там холмики, или просто, если вы будете садить под будущее развития, видишь, колки отдельно. Вот, если уже земля там как бы приготовлена, может это земля из-под лука, может из-под морковки, картошки. Вот, садите как можно раньше, если увидите, что вас все это поперло. Холодильник тоже не идеальное место. Вот, чует весну, это все иммигранты с юга, их обмануть очень трудно. Вот, смотрите, я сейчас еще для наглядности покажу пару фотографий. Вот, вот слива, да, ей полагается по ноге 6 месяцев лежать. Вот, вот это слива. Ну, перележала у меня 3 месяца, ну, в мае достал, видите, хвосты какие, половина из них не взошло. Вот вам один пример. Значит, надо следить как можно раньше делать, так? Вот, возьмем груши, я вам груши прислал, гуссурийская я вам прислал. Значит, она, есть еще одна фотография, там на ней написано, кажется, 21 февраля. Прошло 2 месяца, или 23 февраля, ровно 2 месяца. Смотрите, я расковырял, мы сейчас с вами не будем, пожалеем это терпение наших зрителей. Ну, вот я расковырял вот этот пакетик, вот такой, и вам на таких пакетиках выслал, да? Вот. А там уже 22 апреля. Видите, вот хвосты какие, длиннючие, их уже чуть ли не выбрасывать пора. Помните, я говорю, постарайтесь так посадить, чтобы этот хвост был под землей, а вот это над землей. Ну, вот, еще сложнее, это миниатюрная работа, так что, малюхонькая все. Вот, что значит, мне не опоздать. Вот, и точно так же, здесь получается как? Здесь, еще раз возвращаюсь, где ваше лицо, где ваши честные глаза. Так, смотрите, объясняю, в чем заключается разница. Вот, еще раз покажите торфяной горшочек. Так, это высадка на постоянное место. На постоянное. Вот. Здесь получается, что посажено так, чтобы уже не пересаживать никогда. Вспомните эту фотографию. А, допустим, вот то, что вы видите, я курсором показываю. Спящие посадили, да? Я сейчас на их примере посадил так, как вы будете высаживать спящими же на постоянное место. Вот прошло три недели, и у вас бурная весна. У вас это примерно 10-15 апреля. Ну, в Темерской области. Бурная весна. Теперь, большинство будет спать. И вы вот так вот и будете высаживать символическая закопка. А здесь, здесь, у вас получится как? Так, вот вы ряд погуще в вашей холодильнике безразмерной. Чуть и не прикасываю. Слой песку сверху, небольшой такой, миллиметра два-три. Слой косточек. Но все должны быть, чтобы не путать одного сорта. Поняли? То есть все одного сорта, допустим, я высылаю 50 штук. А тут мы их 8 закопали. Вот. Остальные, ну, допустим. То есть слой за слоем. Тут уже можно заглублять поглубже немножко. Потому что это временное место. Можно. Потому что они не так помогут выпустить длинный хвост. Это плохо. И то, что в верхнем слое, и ниже, и ниже. Два-три слоя можете делать. Лишь бы только использовать максимальный объем вот этого вот контейнера. А, во-во-во-во-во. Вот эту фотографию я сейчас еще прокомментирую. Итак, друзья мои. Большинство из вас вот здесь почему-то все же в песке. Может быть, просто пересыпали мою, это с моей посудки. Вот. Посмотрите, каким этим замечательной посуде надо. Только уже не посадишь же в стеклянные баночки. Вот это минус. Представляете, выковыривать потом отсюда. Фотография эта для чего? Чтобы показать сам принцип посадки. Что вот, видите, не заглубленная. Видите, вот она бы так росла в земле, в вашем участке. Никогда его не убьет никто этот абрикос. Никакой мороз. Вот об этом никто до сих пор до нас с вами не догадывался. Но посажена как? Вот она должна была здесь пролежать еще, если это Сибирь, до середины апреля хотя бы. Не всходя. А теперь-то что с ней делать? Придется выковыривать ее. А попробуйте теперь посадить точно так же. Очень сложно. Очень. Поэтому я посоветовал Тону Валерьевичу торфяной горшочек. Вот этот момент уйдите. То есть получается стеклянное для хранения при температуре в надежде, что большинство не взойдет. А тут здрасте, видимо, в тепле и пошло. И еще покажу семидоли. И, наверное, пора и заканчивать этот разговор. Вот смотрите. Всегда, когда семидоли находятся под землей, это верная смерть. Вот это семидоли, это то самое, это половинки от этого. Они как бы псевдолистом превращаются. Вот. Это запас питательных веществ. Это те самые ядрышки, разломанные пополам. Видите? Ваша конечная задача посадить так символически, что когда пойдет вверх, семидоли вылезли сами из земли. Вот еще покажу. Вылезли. То есть вот это гарантия, что отсаженец этот будет жив. Вот в чем дело. А когда вы закопаете на 2-3 сантиметра, уже семидоли. Они не вылезут. Они физически не могут. Вот еще раз показываю. Вот. Здесь-то вылезут. Но это опасно, еще раз говорю. Это еда. Меня не ловите на слове, друзья мои. Это опасно. Если вот так садить, половину, все можно потерять. Мыши тут же сбегутся. Они же, у них же, знаете, какие там эти? Телеграф работает. Лучше нашего. Вот. У них тоже мобильники есть. Так вот. Чему я призываю? Я призываю вас. Да. И часть. Люди тут же. Я же укрываю бутылками прививки. И тут же. А если мы укроем прививкой? Уже мышь не доберется. Или шансов меньше. Уже ворона не склюет. Птицы их любят клевать. Вот. У них еще много врагов. Вот эти росточки уже жуки начинают жрать. И можно ли бутылкой? Я не пробовал. Пробуйте вы. И если Антон Валерьевич в этом же режиме реалити-шоу возьмет, сейчас накроет, чтобы потом сравнить. Например, представляете, что он высадил. И тут же видеокамера. Допустим, он с другом, да. Он высадил полсотни так, а полсотни этих же, желательно этих же. Ну, чтобы сравнение было честно. Или там 25 и 25. Бутылками. А потом посмотреть, каким больше выживет. И бутылка не угробит ли. Я никогда не даю совета, если я чего-то не понимаю, чего-то не пробовал сам. А мне говорят, да давайте вы бутылку укрываете. Я говорю, укрывайте, потом нам и расскажете. Вот так. Еще раз повторяю, семя доли. Вот. Оказались под землей, посадили, как учат тысячи учителей, не ведая, что творят. Значит, это, раскопать еще можно. Некоторые говорят, успел раскопать. А чаще что происходит? Когда я дал команду раскопать, видели? Поздно. Ручка сдохла. Все. Ну что, Антон Валерьевич, заканчиваем разговор.